Основанием для проведения схода жителей в жилом массиве Бузарык послужило письмо председателя общественного объединения движения по защите прав жителей Южно-Казахстанской области. По заявлению Александра Подвига, областной общественный совет создал комиссию. На встречу были приглашены представители городского акимата, а также активисты жилого массива. Бузарыковцы поднимают вопросы ремонта дорог, электрификации и газификации своего поселка. Трубы газовые провели, положили их на водопроводные трубы, все порвали. Сейчас начинается проблема в том, что кое-где порваны трубы. Вопрос электроэнергии. У нас старые, будем говорить, бесхозные сети, которые находятся на балансе с 90-х годов, еще в советское время. Здесь были дачные массивы, которые организовывались и своим силам все делали, останавливали. Трансформаторы старые, которые не удерживают никакой нагрузки. В прошлом году дали письмо, что якобы поставили две остановки. Из них только из письма поставили только одну. Сейчас пообещали еще дополнительно поставить. Я говорю, по нашим подсчетам вы должны поставить не менее 15 остановок. Муслим Калдаров живет в жилом массиве Бузарык-5 год. О коммунальных благах остается только мечтать, сетует мужчина. С общественным транспортом – беда. А работа по прокладке газопровода – вообще трагедия для массива. «За электроэнергию приходится платить по 17 тенге за 1 кВт-час. Мощности не хватает. В вечернее время тусклый свет. Да и отключается из-за перегрузки. Приходится платить еще за потери. У нас все делается не по-людски. Вначале вырыли ямы, водопровод проводили, затем газификацией начали заниматься. Уже второй год никак не закончат. Как ни спросишь, все у них переходящее». Активисты утверждают, что в Бузарыке проживает 15 тысяч населения. Дачным массивам присвоили статус жилого массива города, а условия проживания не соответствуют городского статуса. А людям с ограниченными возможностями на Бузарыке не выжить. «Остановок нет. Приходится в 40-градусную жару жариться на солнце. А в дождь, пока доживешься автобуса, весь промокнешь. Ходит один автобус, 71-й. Почему нельзя пустить еще один маршрут? Еще одна проблема – мусор. Вот только после наших жалоб Акиматы начали шевелиться. И уже скоро мы заключим договор с коммунальщиками на вывоз мусора». Чиновники о проблемах жителей массива знают и уверяют, что все проблемы поэтапно решаются. Коммунальными благами жители массива полностью воспользуются уже скоро. В очередной раз заверили о наступлении светлого будущего в городском Акимате. «Когда предприем, когда обязательно проводят опрессовку, и тогда, если какие-то будут нужны, обратно никто убирать этот грунт не должен. Но сейчас, на настоящий момент, вот сейчас мы проедем, я посмотрю, если, конечно, какие-то помехи грунта, которые выработка грунта стоит на дороге, мы сейчас эту подрядчику дали кому, но он это уберет, в сторону уберет. Но его полностью выровняют, ну то, что необходимо. А гравировать она много, вы извините, пожалуйста, потому что есть своя технология, ребята». Вопрос о проблемах жителей жилого массива Бузарык рассмотрит общественная комиссия города. На подготовку и проверку материалов комиссии понадобится месяц. Шанар Уразова, Марат Давлетов, Ербул Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».